реально четыре месяца на канале не выходили пана финты слушай ну я знаю что делать у меня есть решение ребят если вам хочется чтобы ролики начали выходить чаще то нужно всего лишь то собрать стандартную планочку 10 тысяч пальцев вверх под этим роликом окей с этим разобрались двигаемся дальше сегодня друзья мы вместе с вами разберем два пана финта который по традиции уже отличаются по уровню своей сложности но при этом в данном случае их кое-что связывает именно этими приемами я удачно воспользовался в последних двух выпусках подписчик челлендж кстати говоря они были новыми и для меня ведь я тоже до сих пор не останавливаюсь и учусь чему-то новому плюс конечно же для меня еще очень важно давать вам именно полезные знания именно поэтому я сначала их проверил на практике а теперь смело могу рекомендовать вам давай уже разберем эти финты вперед первый финн по традиции легкого уровня сложности и выглядит следующим образом этот финн пришел мне в голову когда я делал классический граунд мув в игре мы его уже с вами проходили и его очень важно уметь делать в матче против опытного соперника благодаря тому что вы сделаете это движение в игре несколько раз без проброса ваш оппонент не будет ожидать паны и так давайте в быстром темпе пошагово исходное положение стоим к сопернику правым плечом если вы правша мяч находится по левое плечо от нас первым этапом откатываем мяч вперед при этом делая шаг вторым этапом заносим нашу рабочую ногу к снаряду третьим этапом мы бьем по мячу при этом в прыжке убирая нашу опорную ногу в сторону это движение очень важно сделать одновременно с ударом если вдруг у вас получилось рабона то это грубая ошибка убьющий ноги в данном случае не должно оставаться никаких препятствий ну и теперь друзья по традиции очередь данила попробовать освоить данный прием готов да ну давай второй фит на сегодня друзья можно отнести категории технически сложных приемов а выглядит он очень эффектно особенно эффективен этот фильм при игре с пананоиками так как здесь мы реально заставляем соперника вертеться и двигаться расставляя ноги главное правильно выбрать момент и направление перебросить мяч через соперника можно разными способами но не всеми например радуга здесь не подойдет нужен элемент в котором меняется траектория мяча первым шагом подбрасываем мяч ровно вверх примерно на уровень пояса вторым шагом мы ударяем по мячу внешней стороной колена таким образом чтобы он полетел по обводящей траектории от оппонента третьим касанием нам необходимо подбить мяч мыском рабочей ноги таким образом чтобы он перелетел соперника и в идеале еще летел в сторону ворот в этом элементе ребят вообще очень важна ситуация и положение напоминая нам необходимо заставить соперника двигаться ну смотрите сначала мы его дезориентируем извилистым движение мяча в воздухе после немного дразним перебрасываем мяч ему через голову ну и плюс создаем опасность для его ворот дальше на всего лишь остается аккуратно принять мяч поймать соперника на шаге и элегантно отправить снаряд ему между ног вот и все друзья дальше остается дело только за практикой но мы пойдем проверять данила как него получится освоить данный прием неожиданно все я специально немножко пытался не больше нет сил пробовать все освоено молодец данил остановимся на этом ну и в общем друзья если этот ролик был полезен для вас если вам понравились сегодняшние финты то обязательно отблагодарите нас своими лайками напоминаю 10 тысяч пальцев вверх нужно поставить этим роликом чтобы ролики начали выходить чаще и напишите в комментариях на какую тему хотите увидеть следующий видос на этом канале а ну и конечно же подписывайтесь на него чтобы не пропускать новые выпуски всем спасибо и всем до скорого